Добрый день! Сегодня 3 ноября 2024 года. Вы на канале Евгения Жарковой. И сегодня я хотела бы поговорить на такую тему, озвучить письмо Министерства иностранных дел Российской Федерации, касающейся такого документа как Моту Проприо. Подписчики мне задавали вопрос, знаком ли мне этот документ Моту Проприо. Да, знаком. Знаком с 2022 года. И в сентябре 2024 года я направила запрос в Министерстве юстиции Российской Федерации, где задала простой вопрос, является ли вот этот документ Моту Проприо, а также все юридические документы Ватикана составной частью нормативной базы международного права. Ну, ответ Минюста меня не удовлетворил. Они дали пространный такой ответ на трех страницах. Ссылались на Венскую конвенцию о праве международных договоров 1969 года. Но, скажем так, ответ был достаточно расплывчатый. Поэтому я написала запрос в конце сентября в Министерстве иностранных дел Российской Федерации. И вот в конце октября мне пришел ответ. Исходящий номер 211.36 дробь ДН от 16 октября 2024 года. Вот этот ответ Министерства иностранных дел. Все эти документы, они опубликованы у меня в телеграм-канале Евгения Жаркова и на моей странице ВКонтакте. А я сейчас хочу озвучить тот ответ, который мне предоставил МИД России. Уважаемая Евгения Васильевна, в связи с вашим обращением от 4 октября 2024 года, поступившим в правовой департамент МИД России 7 октября 2024 года. Сообщаем следующее. Первое. Согласны с данными Министерством юстиции Российской Федерации разъяснениями относительно юридической природы канонических предписаний Ватикана, в том числе папских рескриптов про приумоту. Письмо от 17 сентября 2024 года, номер 06-972-1024. Они не относятся к нормам международного права и в целом не порождают каких-либо правовых последствий на территории Российской Федерации. Второе. Рескрипт Папы Франциско про приумоту от 11 июля 2013 года касается реформирования уголовного судопроизводства на территории Ватикана в части, касающейся приведения законодательства этого государства в соответствии с нормами международного права. В частности, с международными конвенциями, касающимися защиты прав несовершеннолетних, а также борьбы с расизмом, коррупцией, военными преступлениями и убытками. Третье. Что касается статуса апостольской нунциатуры, то он равнозначен статусу посольства иностранного государства. Основанием для создания и функционирования дипломатических представительств иностранных государств в Российской Федерации является наличие дипломатических или иных подобных отношений с соответствующим государством. Между СССР и Ватиканом официальные отношения были установлены 15 марта 1990 года на уровне представителей в ранге посла для Ватикана нунция. 22 ноября 2009 года президент Российской Федерации подписал указ номер 1330 об установлении дипломатических отношений с Ватиканом. А 9 декабря того же года в Ватикане состоялся соответствующий обмен нотами, которыми было юридически оформлено установление полноформатных дипломатических отношений между двумя государствами. На этом основании было открыто посольство России при Святом Престоле и апостольская нунциатура в Российской Федерации. Более подробную информацию об отношениях между Россией и Ватиканом вы можете найти на официальном сайте посольства Российской Федерации при Святом Престоле. Подписано заместителем директора правового департамента Володиным. Я думаю, что тут комментарии излишни. Единственное, что я хочу сказать, что все мировое управление глобальное, оно строится на взаимоотношении между орденами. То есть вот это управление, оно идет через орденские структуры. Что такое орденские структуры в настоящий момент? Это разведка. То есть орден это равнозначно разведке, разведывательной структуре. У них есть свой устав, у каждого ордена есть свой устав, который должны соблюдать все его члены. Процесс этот был достаточно длительный. То есть изначально ордена, они были связаны с торговлей, с международными путями, но потом постепенно вот эти ордена, они превратились в такие вот, скажем так, тайные структуры тайного управления. И тогда потом впоследствии пошел процесс отделения орденов от спецслужб. Сейчас вот этот процесс, он пошел в обратную сторону. То есть сейчас спецслужбы, это есть вот эти тайные ордена. Поэтому руководствуются они не какими-то документами Ватикана, а своими внутренними документами. Я говорю еще раз, у каждого ордена у них есть свой устав, который они должны, члены этого ордена, они должны соблюдать. Ну, в общем-то, вот на сегодня у меня на эту тему все. Еще раз хочу сказать, что все эти документы вы можете найти на моей личной странице ВКонтакте и на телеграм-канале. Благодарю за внимание. Всем хорошего дня! Субтитры сделал DimaTorzok